Первое выступление, если честно, я не помню. Это было очень давно, но я помню свой главный приз. Это было в 2011 году. Я участвовал на конкурсе «Иссык-2011», и я там выиграл первое место. И мне дали призовый денежный приз в размере 100 тысяч слов. Забывали слова песен во время выступления. На конкурсах, допустим, на всяких телевизионных проектах такого я не помню. Но, конечно, были такие моменты, когда я забывал слова, и выкручивался я по-разному. В основном, наверное, что-то пел непонятное на английском. Допустим, подними глаза, и забываешь. Что-то такое, да? С кем из отечественных исполнителей вы хотели бы спеть дуэтом? Я очень ценю творчество Мирбека Атабетова, потому что он действительно наш народный хитмен. Также очень ценю творчество Гульнур Саталханова. Думаю, спеть с этими людьми будет хорошо. Как вы познакомились со своей женой? Как раз таки вот в 2011 году, когда я участвовал на конкурсе, где я выиграл денежный признан все время, да. Вот тогда же я с ней как раз встретился. Кто вкуснее готовит, мама или жена? Жена, это не знаю, она как будто прям мужу готовит, прям от души, мне кажется, я не знаю. Я очень люблю то, что мама готовит, но жена тоже хорошо готовит. Короче, я не знаю, они как бы одинаковы для меня. Страдали звездной болезнью? Такие моменты у меня были. Я не скажу, что прям очень таким задамутым был. Но у меня есть очень хорошие близкие друзья и в сфере творчества, и не в сфере творчества. У меня есть очень близкий друг. Помню, он мне говорил однажды, что я изменился чуть-чуть по отношению к друзьям. И очень хорошо, я думаю, когда у тебя есть такие друзья, которые вовремя могут тебя вытащить оттуда и как-то помочь. Потому что, знаете, это у каждого человека может это случиться. Самому человеку это незаметно. Поете на тоях? Да, это, к сожалению, наш основной доход в Кыргызстане. Мы, как в Америке, допустим, не можем альбом выпустить и иметь с этого. Авторские песни или каверы? Для будущего каждого певца авторские песни – это самое главное. Человек должен сочинять что-то свое, и свое обязательно дойдет до народа.